Привет! На моем канале уже есть ролик, посвященный окислительно-восстановительным реакциям. Там я рассказывала про неорганические реакции. Советую сначала посмотреть его. Ну а в этом ролике я хочу поговорить об ОВР в органике. Я Тася Флаймель, преподавательница химии в онлайн-школе Вебиум. В описании ты найдешь ссылку на наши актуальные курсы подготовки к ЕГЭ. А теперь давай начинать. Типичным окислителем органических веществ является уже известный нам перманганат калия. Реже можно встретить соединения хрома-6, бромную воду, соединения меди-2. Окислению подвергаются углеводороды с двойными и тройными связями, гомологи бензола, спирты и альдегиды. Чтобы составить уравнение реакции, нужно понять, какой или какие атомы углерода окисляются. Со спиртами и альдегидами довольно просто. Мы окисляем функциональную группу. Например, в молекуле ацетальдегида будем окислять карбонильную группу. В молекуле пропанола-1 первый атом углерода, который, кстати, является первичным. В молекуле пропанола-2 второй атом углерода, который является вторичным. Чуть сложнее обстоят дела с углеводородами. При жестком окислении происходит разрыв двойной или тройной связи. Молекула как бы раскалывается на несколько составных частей. Каждую из этих частей нужно окислить по отдельности. Например, при окислении бутена-2 получаются два одинаковых фрагмента. Окислять будем углероды-2 и 3, которые находились при двойной связи. После разрыва связи оба углерода можно отнести к первичным. А вот при окислении 2 метилбутена-1 фрагменты получаются разные. Окислять будем углероды-1 и 2 также при двойной связи. Обрати внимание, что разрыв происходит именно по кратной связи. Все остальные углерод-углеродные сигма-связи остаются нетронутыми. Углерод-1 после разрыва не связан с другими углеродами. А второй связан с двумя, поэтому его мы относим к вторичным углеродам. Сам бензол не окисляется перманганатом, а вот его гомологи очень даже. При этом разрыв связи происходит около альфа-атома углерода, тем, который прочно связан с бензольным кольцом. Например, при окислении пропилбензола образуются два фрагмента. Бензил и этил. Окислять будем углероды-1 и 2. После разрыва связи оба углерода можно отнести к первичным. Если в кольце есть несколько алкильных радикалов, то окисляться будет каждый из них. Например, при окислении ксилола разрыва связи не происходит, рваться просто нечему. А окисляться будут углероды, которые отмечены цифрами 7 и 8. Их, кстати, тоже можно отнести к первичным. Ну а теперь переходим к самому интересному. Что же писать в продуктах? Я не просто так каждый раз проговаривала, как мы можем классифицировать углерод при функциональной группе или кратной связи. Наша задача максимально окислить углерод, не затрагивая при этом остальную часть молекулы. Если перед нами вот такие фрагменты, в которых атомы углерода не связаны с другими атомами углерода, то его можно окислить до соединения, где углерод проявляет максимальную степень окисления, плюс 4. В кислой среде таким соединением является оксид углерода 4, СО2. В нейтральный и щелочной карбонат, продукт взаимодействия кислотного оксида СО2 с щелочью. Если окислить нужно первичный атом углерода, то СО2 написать уже не получится, ведь мы не можем разорвать углерод-углеродные связи. Придется немного понизить планку и окислять углерод до степени окисления плюс 3. В кислой среде из фрагментов с первичными атомами углерода образуются карбоновые кислоты. В нейтральной и щелочной соли этих кислот. Вторичные атомы углерода связаны двумя углерод-углеродными связями, которые мы, как вы помните, не трогаем. Углерод окисляется до степени окисления плюс 2. И в кислой, и в нейтральной, и в щелочной среде будет образовываться кетон. Кетоны не проявляют кислотных свойств и не реагируют с щелочами, поэтому продукты в разных средах и не отличаются. Предлагаю немного потренироваться. Попробуем записать органические продукты окисления 2-метилбутена-2 в трех средах. Первое, что мы делаем, мысленно, ну или на черновике, разрываем молекулу на две части по двойной связи. Второй атом углерода после разрыва оказался вторичным, и его мы можем окислить до кетона, то есть ацетона. Третий атом углерода после разрыва оказался первичным, его окисляем до карбоксильной группы. В кислой среде при окислении 2-метилбутена-2 образуются ацетон и уксусная кислота. В нейтральной и щелочной среде появляется щелочь, гидроксид калия. Уксусная кислота проявляет кислотные свойства и вступает с ним в реакцию. Ацетон с щелочами не реагирует. При окислении 2-метилбутена-2 в нейтральной и щелочной среде образуются ацетат калия и ацетон. Уже чувствуешь азарт и желание написать еще больше ОВР? В любом случае, давай разберем еще один пример. Попробуем окислить 1-метилциклогексен-1. Видим двойную связь и разрываем ее. Обрати внимание, что при этом у нас образуется 1 фрагмент, а не несколько, как в примерах выше. В этом особенность работы с циклами. Цепь остается целой даже после разрыва одной из связей. На одном конце фрагмента вторичный атом углерода. Его мы окисляем до кетона. А на втором конце первичный углерод. Его окисляем до карбоксильной группы. Не забывай, что в щелочной среде образуется соль, а не кислота. У нас получилось бифункциональное соединение. Именно такие чаще всего встречаются в различных заданиях на экзамене. Чтобы закрепить информацию, предлагаю тебе самостоятельно окислить вот это вот соединение. Обязательно напиши в комментариях, что у тебя получилось. На этом все. Надеюсь, тебе удалось разобраться в окислительно-восстановительных реакциях. И теперь ты сможешь успешно решать задания первой и второй части в ЕГЭ по химии. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и смотри другие мои ролики. Также загляни в описание под видео. Там ты найдешь ссылку на актуальные курсы подготовки ЕГЭ со мной. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok